Пару дней назад в своем телеграм-канале «Жизнь, радостный дьяк» я написал «Знаете ли вы, кто такой Джен Кэлхун?» 93% написали, что вообще не знают, кто это. Человек несколько десяток лет назад проводил эксперимент «Вселенная-25» в благоприятных условиях поместил небольшое количество мышей и создал для них самые лучшие условия, чтобы каждый, кто мог есть и пить, не стоял в очереди. У каждого была своя кормушка. То есть идеальные условия – полазить, попрыгать, поспать. Ну и все это общество начало быстро размножаться, все было хорошо, но дошло до определенного периода и количества мышей, и потом началось что-то нечто. Эта ниша состояла в том, что потихонечку начали делиться классы, кто-то стал старше, появились иждивенцы, появились мыши, которых начали загонять, убивать, и они стали изгоями общества. Потом появилось такое общество гардных, красивых мышей, которые только то и делали, что ели, спали, чистили свою хутру и никакого участия не принимали в размножении потомства. Из-за этого самки стали агрессивные, они начали со временем поедать своих чад, количество начало уменьшаться, а между вот этими гардными начало развиваться неестественное отношение между мышами. Конечно, в итоге все умерли, и говорят, что даже раза четыре Джин Калк проводил этот эксперимент, и все проходило по одному и тому же алгоритму, все умирали в конечном итоге. Я вчера сыну говорю, слушай, ну ладно, в жизни людей работает дьявол, который пытается поссорить между собой, развалить все, и так дальше, и так дальше. Ну кто мышам мешал нормально, спокойно жить? Мы рассуждали на эту тему, и это очень серьезная на самом деле тема, потому что мы в жизни хотим, стремимся к комфорту, да, видим в Европе, как сейчас тракторами перекрывают, там, в Германии, там, в Польше, перекрывают дороги, чтобы улучшить свои качества жизни. И это нормально, чтобы было лучше, чтобы налоги были меньше, чтобы люди могли зарабатывать и спокойно жить. Но оказывается, что мыши и люди очень похожи. И если создать такие же самые условия для людей, то будут как с мышами. Конечно, в итоге все развалится, все умрут. Мы слышали вчера сына моим старшим, рассуждали на эту тему, что как очень важно, чтобы жизнь была так, как она есть. Чтобы были и сложности, и взлеты, и падения, и то, и то, и то, потому что оно балансирует. Я очень бы хотел бы почитать ваше мнение по этому поводу. Что вы думаете, посмотрите, поинтересуйтесь. Но к чему этому пятничному нашему Акафисту? Потому что, например, я прожил быстренько своих 37 лет. И естественно, что 99,9% в своей жизни я не знаю, как поступать. Я не понимаю, иду я в ту сторону или не в ту. И каждый раз, когда ты обращаешься к Господу, к Божьей Матери, тебе где-то загорается в какой-то комнате лампочка. Ага, надо туда идти, да? Или наоборот, загорается красная лампочка. Напоминает тебе, что ты не прав. И вот эту балансировку может провести только Господь. И каждый раз, когда я слышу, что кто-то говорит, Бога нету, это попы продумали, там, для бизнеса, да, особенно, то не хочу говорить всякие гадости людям в лицо, но это глупость. Как говорит Псалмопис Давид, безумный человек, который говорит, что нет Бога. Потому что даже вот на этих мышах видно, что оно, без участия небесной силы, это все мы, как люди, общество, мы развалимся, мы уничтожимся, мы погибнем. И, кстати, Христос родился как раз на закате цивилизации, потому что такой был моральный упадок, настолько все было ужасно в отношении людей друг к другу, к обществу и так дальше, что вот именно крестьянское учение и новый принцип существования людей, если ты хочешь, чтобы тебе поступали хорошо, так и ты, оно полностью обновило наше бытие. И я считаю, это очень серьезная тема для рассуждения. Каждый раз, когда встречаются друзья, если есть такая возможность, не тратьте время на пустые разговоры, задавайте себе какую-то планку, задавайте себе какие-то вот такие вот серьезные философские питания и пытайтесь дискутировать, чтобы запустить мозг, чтобы не забыть, что мы люди и мы существа разумные, и вот такие темы обсуждать и с детьми, потому что жизнь быстро проходит, и ты даже не понимаешь, как все действительно управляется Господом. В заключение хочу сказать, что дети, которые обратились с Донецкой области, с прифронтовой зоны, Покровский район, купили 6 Xiaomi 12 по 5,5 тысяч гривен, хорошего качества, новые. Пускай дети учатся, пускай дети развиваются. Понятно, что там все нестабильно, но нужно жить, как говорит Господь, одним днем. И не думать, что Господь устроит. Благодарю вас за участие, благодарю за то, что не оставляете такие вот мои идеи в поддержке людям. Слава Богу, что получается. Еще помогли 5 тысяч гривен вчерашней девушке, которая попросила помощь в лечении своего папы. Всем помоги Господь, по возможности будем всем помогать, поддерживать, чем только сможем. С вами был жизнерадостный день, пятница, Одесса, молитва. Прямо эфир специально попросили, поставил с нашего акафиста. Храни Господь и до встречи. Условлено подяку отцу Андрею Пальчуку та його каналу жизнерадостный дядь за покупку цих шести прекрасных телефоней в ритмі 12 к Сиомі для дедочок, які знаходятся на линии боевых людей. Дякуємо великому. Редактор субтитров А.Семкин